На самом деле ведь все все знают, все знают, что нужно, что не нужно, что можно, что не можно, что хорошо, что плохо. Совесть она есть у всех. Другое дело, что когда любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь, там сразу мозг отключается, кровь, ум заливает, и человек начинает вести себя по страстям, по животным страстям. И уже никакие аргументы, логики, здравого смысла часто уже не влияют на его выбор. Поэтому очень важно, как раз мы говорили о том, как уберечь себя от этого заливания ума кровью, техника безопасности. Какова эта техника безопасности? В первую очередь должно быть определенное время, какое-то время дружбы. То есть о дружбе нужно разговаривать. Дружба все равно возникает тогда, когда у юноши, у девушки есть намерение, договор о намерениях. То есть это не просто походили, тусанулись, туда сходили, а через какое-то время нужно все равно взрослым или серьезным молодым людям обозначить, что зачем это делаем. Зачем зря время терять, если нет цели двигаться вместе в сторону оформления, создания семьи. Поэтому очень важно все равно на каком-то этапе это проговорить, что наши отношения, они имеют цель. Цель — это узнать друг друга. Познание, оно на разных уровнях. Потому что очень важно как-то в добром уме и в твердой памяти, с рассуждением создавать то, что будет влиять на всю мою оставшуюся жизнь. Семью не в слепую, не в слепой любви, не в очаровании, не в каких-то безумных ожиданиях. Потому что очень часто у нас вот эти ошибки, да, мы бомбу подкладываем под семью, что у меня есть какие-то такие сверхожидания от себя, что моя любовь настолько сильна, что я точно смогу его исправить. Пусть он пьет, пусть он там в прошлом очень загульный образ жизни, но вот я его полюбила, и я его точно смогу исправить. Вот поставлю его в рамки по стойке смирно. Все эти вопросы, они должны быть, ну, разрешены все-таки на уровне дружбы. Ну, или, по крайней мере, движение, значит, в эту сторону. Потому что если человек не хочет над собой трудиться и не хочет себя менять на этом этапе, в браке точно ничего не будет. Поэтому очень важно намерение, очень важно время, чтобы прошло не месяц, не полтора, а минимум там полгодика, годик подружили. Пообщались, посмотрели, есть ли приятие на телесном уровне. Ну, элементарно, цвет волос, запах. Потому что если запах человека раздражает, например, это тоже, ну, если на самом примитивном уровне, они не могут друг друга терпеть там дальше. Второй этап душевный, то есть мировоззрение. Умеют ли договариваться. Один любит рыбалку, другая любит там... Вышивание. Да, или на коньках. Вот, один зовет в поход, другая там в библиотеку. И умение договариваться, умение ценить то, что ценит другой. Умение отказываться от своего ради ближнего. Душевное, да. Интересно, что обсуждать. Общие книги, общий разговор. Потому что сидят два друга, ну, или как это, вот та юноша с девушкой, и общаются. Один в сотовом телефоне, другая в сотовом телефоне. Вот у них такое замечательное общение. Однозначно, ну, что тут из этого вырастет. И самое главное, чтобы было единство на уровне духовном. Чтобы то, что для человека является ценностью, оно было ценностью для двоих. Ценность — это Господь и отношения с Ним. Если юноша не церковный и встречает церковную девушку, если ему это важно, эти отношения, он пойдет за ней в храм. Или она пойдет за ним в храм. И будет ради нее узнавать то, что для нее важно и ценно. Если этого не происходит на этапе дружбы, и он остается в оппозиции, в сопротивлении, ну, скорее всего, когда возникнет семья, он скажет, ну, да все, сиди дома, никакого ни храма, зачем тебе это все нужно. Очень важно ценности, как семья. Семья является ценностью. Верность в семье, дети. Потому что, может быть, юноше хочется много детей, а девушка хочет карьеру строить до 35 лет. И вот эти вот вещи, не разрешенные, не проговоренные, но они серьезные проблемы будут в отношениях. Очень важно именно дружить, отсутствие плотских отношений. Даже в каком-то, не в последней стадии греха, а чтобы не было плотских вольностей. Потому что если мы позволяем себе руки распускать, и девушка позволяет, и юноша себя не сдерживает, здесь очень небольшое расстояние до ухода все-таки на сторону долечия, на сторону греха. И как только возникает какая-то вот плотская такая серьезная связь или влечение, которое перекрывает и душевное познание, и духовное познание, то есть человек ограничивает себя только телесной какой-то привязанностью. Вот поэтому очень важно эта техника безопасности, чтобы не оставались один на один. Например, не было такого искушения, что вот засиделись допоздна, ну, можно я там останусь, там переночевать. Никакой проблемы нет сейчас в любом городе за 200 рублей такси, пожалуйста, хоть в два ночи, хотя, конечно, уважающие себя юноши и девушки не будут так злоупотреблять гостеприимством, как-то нужно беречь все равно вот эти правила, какие-то элементарные привлечия. Ну, и, в общем, вот такой разговор, можно там много говорить. Самое радостное, что были много вопросов, что молодежь, она искренне беспокоится. Вопросы, правда, практического содержания. То есть, что делать, вот если там юноша не решается сделать предложение, там, да, вот уже дружим, 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 и вот он все как-то, вот, и... Ну, конечно, есть общие вопросы, но много было таких, которые именно духовнического уровня. Это очень важно, чтобы у молодых людей, у девушек, у них все-таки в церкви формировалось такое духовное отношение со священником, с батюшкой, с каким-нибудь, потому что роль духовника, она очень важна в совете, в таких отношениях. Спасибо.